Песня Отец Небесный, благослови нас на сей занятия, Господи, открой наши уши и сердца для слышания слов Твоих и дам им исполнять все в Духе Твоем Святом. Тебе за все вечное слава, Отец и и на Святой Дух. Аминь. Аминь. Глава 15, 302. Значит, приватый яд Марка по 3-й главу стартование. Первый стих с 1 по 15. Немедленно по утру. Скажи, она не может найти. 302-я. Страница разная у всех. Две, два выпуска, поэтому смысл нет. 15-я, два. Ну, это рядом. Одна-два страница. Разницы небольшой нет. Немедленно по утру пересвященники со старейшинами и книжниками и весенней Дреон составили совещание. И связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его, ты царь грудейский? Он же сказал ему ответ, ты говоришь. И пересвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат удивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава. Со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, хотите ли я отпущу вам царя иудейского? Ибо знал, что пересвященники предали его из зависти. Но пересвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего Варава. Пилат, отвечая опять, сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его. Пилат сказал им, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее закричали, распни его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Толкование. Иудеи предали Господа римлянам, зато и сами преданы были от Господа в руки римлян. Исайя 3 глава 11 стих, псалмы. Слова ты говоришь можно понимать так. Правду ты говоришь, ты сам высказал, кто я. А можно понимать и так. Я не говорю этого, а ты говоришь. Но быв спрошен в другой раз, Христос ничего не отвечал. И тем привел Пилата в удивление. Ибо Пилат явился, что он, будучи светоч в законе и красноречив, и имея возможность одним ответом не спровергнуть возводимые на него клеветы, ничего не говорил. А напротив, смиренно терпел обвинение. Замень же кровожадность иудеев и умеренность Пилата. Хотя и он достоин осуждения, потому что не с твердостью стоял за праведником. Ибо те кричали, расплини его. А он, хотя слабо, однако пытался соборить Иисуса от осуждения. Ударять ременным печом, дабы видно было, что они приняли его, как осужденного, уже на судилище. Ибо он хотел сделать угодное народу, то есть сделать угодное, приятное для народа, а не то, что угодно Богу. Не молчите, давайте вы в этом судилище сбоку смотреть. Ну и мы вот тогда видеоаппараты, кто-то заснул, как они рассуждают, как Пилата прошивают. Мы видели бы, что разные фигуры избрания Пилата, роли Пилата, выглядят очень по-разному. Мастера Маргарита одно. А когда смотрим Люда Бенгурта, Пилат совсем по-другому, другой даже. Другого роста, другого вида. Ну не в этом дело, а как они себя ведут? Почему Иисусом ничего не отвечал? Ну, вот сколько вопросов. Начинаете участвовать. Тогда это, что я здесь прочитаю, оно у вас останется в памяти. Я возьму хлопушку нашу. Наглая муха, брата моего кусает, он... Слово Божье живое действие, он остается в себе. Он же знал, зачем он пришел сюда, он же по своей воле шел на осуждение, для того, чтобы спасти людей. Это мы знаем, что спасти людей. Но, и поэтому... Но, и поэтому... Но, и поэтому... Но, и поэтому... Но, ибо... Решили спакетировать то, что есть сейчас, сегодняшнее. Сегодняшнее, нынешнее прогрессивное, демократическое законодательство. Прокуратура сели, все, человек вот этот говорит вот то-то, то-то. И как представили его на сегодняшний суд. Не две тысячи лет назад, а сегодня. И Христа приговорили к смерти. Просто в тот момент не было смысла. Господь же знал, что все равно они уже не отойдут. Чего не говорить-то? Поэтому он молчал. Чему призывал Христос? Чему призывал? Да. За что они его так ненавидели? Они совещались, подыскивались, слышали свидетелей, выставляли. И ни одного не было во всем мире. Да другие страны и не знали про это судилище. Что же за этим дальше-то будет? Сегодня победа, да. Сегодня тройка. Сегодня расплачивали, потеряем их, сослали. Дальше люди будут жить с Коковым, Кондиной, которые грабили дальше-то. Но дальше-то никто не видел, что эти дальше-то будут арестованы и сгинут тоже в Гулаге. И дети у них тоже погибнут. А это приятно со своими детьми и дочь в почете. Вот мы к ней заехали, ей было уже сто лет за год. Мне, говорит, настоятель, говорит, баба Дуни, там садись, сестра, они такие, садись тут. Какое мне уважение здесь. А она столько-то терпела, что до половины срока не доживала. Кто осудил, ни одного нету живого. Так, что он делает? С Ложеницыным там полгода до девяносто лет не дожил. Вы считаете, что это Голков, сколько же он сидел в музах и девяносто тысяч лет. А эти-то все, как будто и никогда не жили. Возьмите Свердлов, Прилаваню, там сорок семь лет, пятьдесят три. Ну, даже Сталин дольше всех как бы жил тогда, семьдесят три. Мой отец тут семьдесят шесть прожил. У Бога выберено все. И решать бы никак нельзя. Ну, ты думаешь, у богача какие? Вот он думает, мне бы вот это вот, или вот это бы надо достать. Что ему надо богачу? Ну, посиди спокойно. Ладно, по рукой ее решить. Так. Не жаба. Ну, богача, самый богатый в сегодняшний день. Миллиардер, не миллионер, миллиардер. Какое у него желание? Хотелось бы узнать. Еще больше. Аристотель Анасис. Грек. Приехал. Разбогател. Жил там неправильно. Миллиардер, танкер, сто десять, сто пятьдесят тысяч, что в легке везет, закупает. Одна дочь, архоманка. Внучка туда же лезет. Его спрашивают. Какая самая большая мечта, желание? Он говорит, направься в туалет сходить безболезненно. Рак прямой кишки. Я бы отдал миллион сегодня, миллиард, за то, чтобы спокойно сходить. А тут зайдешь, и кому-то не было. Полминуты, и нечего, нечего там делать. Что спрятаешься-то? Это действительно так. Мы не знаем. Здоровье, это самое дорогое шерсть, а его нету. А кроме того, как Борис Годунова, да, и мальчики кровавые в глазах. Каким образом к власти пришел? Почему Ленин берет у табуреток, у всех просил прощения? Он видел, что он натворил. Выхода никакого не было. А они вышли из этой секции, так назовем, законов Божьих. И сдали дело все по-своему. И там законов Божьих нет, законов милосердия нет. Когда Крупская прибежала буквально, у меня Старин, он материл, он меня материл так. Он написал ЦК где-то, и до тыска даже не дошла. Все, кончилась бабушка. Вся власть ушла. А он думал мне, что ему подадут на траву. И что сын его, генерал-лейтенант Вася, будет сидеть, сидеть год за годом мотать, учиться слесарскому делу. А дочь смоталась, смоталась, приняла монашество в католической церкви, говорит Светлана. Это вообразить нельзя. А вот Хрущев, сын, изменил гражданство, в американское перешел. Да Хрущев, он с ума бы сошел. Сергей Никитич, профессор в американском университете. Это к примеру, говорю, а вот в этой обстановке. Они обвиняют его, ничего нет. Почему? Хотите, я отключу. Откуда взялся этот закон, никто не знает. Римляне его ввели. Или кто? На праздник Пасхи любого преступника можно было освободить. Но одного. И освобождали, как правило, тот, кто приговорил к смертной казни. Они сделали мятеж, убили римского гражданина или офицера, и его вынестили в Араву. Ну и еще. И вот надо войти в эту ситуацию, в эту обстановку и примерить себе. А как бы я теперь поступил? Дело в том, что в стране назревало восстание, сверхнимское владычество, получить национальную свободу. А Христос учит не сопротивляться власти. Тесарев отдать, тесарев. А это никак не совмещалось. Ни о чем не подумайте, чтобы один умер за всех. Один за всех. И зачем всем погибать. А почему всем? Потому что римляне угнетают новые законы, более жесткие. А мы освобождение получим. Не получите. Израиль будет полностью весь раздавлен. Как потом говорит Евгений Берсек, как тканок, грязи засохшие. А раздавил и разбитал денег по всему миру. Они никто не смотрел дальше. А что же за этим будет? Что? Самая главная в Израиле была беда. Они потеряли связь с живым Богом. Они думали, что Бог живой. Это знание. И Его слышат, когда взывают знание. Но они знали, что Бог грешников не слушает. Слепого-то когда допрашивали, Ему прямо сказали, что мы узнали, что он такой-то Христос. Он грешник. Он не знает, грешник или нет. Я был слепой, а теперь вижу. А дальше говорит, грешников Бог не слушает. А что он будет слушать Бог? Когда он вопреки и просит. А ты уверен, что Бог слышит? Я живой, если я селюсь с Богом. Вот у вас какой наказ? Вот начало каждого дня. Какой наказ есть на каждый день? И все. И одиния ответить. У вас нет ни одного человека, который о вас заботился бы. А у меня несколько человек, который обо мне заботился. Почему? Я просил их. Умолял. Первый, это у меня вот Никита Андреевич стоит с фотоаппаратом. Каждое утро в 4.40 он мне звонит. Договорились. Я не слышал. Я сейчас договорился, у меня компьютер, сделал такая фанерная коробка, и на нее вот так вот кладу. И интересно, он будет жужжить, как пила. До того громко звучит. И начинает прямо кололу. Я просыпаюсь. Только просыпаюсь, если я проспал. Обычно я стою пораньше. Но это как бы не проспать. У меня все вещи с Господом. Забота какая. Второй человек у меня, Надежда Васильевна. Какой-то у них фонарик. Или что она ходит вокруг. 4.41. На одну минуту позже Никита. А Никита должен секс сигналов дать. Я не трогаю. Это бесплатно. Надежда Васильевна в окошко светит. Я ее оттуда и в окошко стучу. Она пошла в другое. И поспятила. Проходит время. Татьяна Кузьменишин будет. Наказ. А когда там, говорит, Надежда Васильевна с той стороны живет, она берет палочкой, вместо тем, кто слышит. Ты, может, не слышал. То есть я от него отец со своей души. У меня тройная защита, чтобы я не проспал. Притом ежедневно. Ежедневно, чтобы на моменту не опоздать. Ты поняла? Ну, ангел у нас есть. Ангел попросил. Ангел. Ангела просишь. Ангел будет. Поэтому они с вами будут. Я уже на ногах. Я уже на ногах. У меня ангелы раньше будут. Вот что удивительно. Я скорее пришел. Вот сейчас осталось 7 минут. Еще есть 7 минут, Никита позвонит. А я в 7 минут успеваю все сделать. Уже готов. Они меня на молитве все встречают. Вот что дело. Бог видит. И в тюрьме у меня было только это. Только не проспать. Подъемшись, меня ангел поднимал. Всегда ровно в 4 часа. Минута-минута. А там свет горит круглосуточно. Шум идет круглосуточно. Я сплю. И каждый день ровно в 4 минуты меня поднимают до 1. Вот так потихонечку меня ткнет. И все. И уже на ногах. Я 2 часа должен. Салты почитать. Поклоны положить. Почему не забытишься ты? Я делюсь опытом. Я хвалюсь благодатью Божией. Благословением. Так что ты богатый делался? Богатый, конечно. С Богом связь. Я благодарю Бога за ночь. За все. Даже высказать нельзя, как эту благодатью себе раздает Господь через кис, через животных. И каждый день. Мы сколько сделали сейчас? Кончится? Мы поедем. Посмотрим, что мы сделали. Это невероятно. А нас тут всего еще трое. Владимир Исаакович, Михаил 4. Вот этот 5-й. Ну, Коля там. Еще 6-й тоже. Сено подносил. У нас задача стояла. И мы выполнили. А тут Алексей созвонился. Ну, нет, еще. Еще. У нас работа не для себя. Учти все время. Нам труды эти не увезем с собой. Вам остается. Меня сегодня один с другого района спрашивал. А у вас рыба там есть. Я говорю, а кто вы такой? Да, Игнатий Тихонович. Ну, я же здесь живу недалеко. Там где-то подстепнусь. Все знают. Это чувство наполняет сердце. И болящие ты забываешь, что они у тебя есть. Я не болею. Соседникам. И вот эта вот связь идет отсюда. У Христа связь с Богом. Он выполняет волю Божью. Пришел не свою волю, но твою волю исполни. Я и Отец одно. А у них этой связи не было. И они образ Христа рисовали в школе. Рассказывали. Он придется, Свободитель будет. Он обязательно на белом коне. Он обязательно римлян всех разобьет наголу. Рим будет неизвергнуть. Израиль будет восстановлен. А Христос пришел на рисунки не похожих. Портрет не тот. Пришел к своим, а свои не приняли. Вот в чем дело. Мы через это научаемся сейчас. А ты определяешься, кто твой друг. Как ты избираешь друзей? Сейчас к вам приезжали из Кольщины. И я вижу, они туда поехали. А я спрашиваю Марии. Я говорю, а почему туда поехали? Да там вот тут, говорит, приехали. Да они же не знают, что вы сделали пруд. В три раза короче. Вот только вот за этими деревьями. И прямо сразу Кольщина. Они не знают, они первый раз. Первый раз они могли как-то на нас выйти. Не решили. Они приехали мне это. Суберейм. Да я знаю, мне это уже сказала Мария. Понимаешь, не знали. Они поехали туда, на трассу. А там еще сколько? А тут прямая дорога. 15 килограмм. Круг они не знают. Я должен был его большой круг. А это вот деревья, там за деревьями сразу трасса идет. И напрямую столба выехал, поворачивался. Прямая дорога. Прямо. Прямо на закат. На деревьях опять поехали. Вот и идет. Я к тому, что если ты имеешь друзей, которые знают путь, они прямо ко Христу укажут. Путь Христу, я есть путь истины. Я не об этом пути говорю, я просто говорю, что он есть. Надо все абсолютно направить к спасению. Тогда можно надеяться. Знать любое Божие. Вот так. Смотри, сколько мы находим здесь сокровищ из этого. Вчера у меня случай был интересный. Пришел из бани, а у нас всегда нужно отдыхать, чтобы не дремать на службе-то. Я посмотрел на часы, ну вроде четырех-то еще нету. А ложиться днем я себе не позволяю. Я только вот так откинулся, рядом вытащил часы, положил их, чтобы не утонули на газету, на флягу. Вот так вот. Я в каждой молитве говорил, когда он выздоровеет, Господи, я прошу тебя, положи ему на сердце не пропускать богослужения. Так? Да. И он знает прекрасно. Я вообще раз прошу, ты знаешь, что так молитвы? Да, знаю. Не искушайся. Потому что Бог слышит. И ты этим ничего не выгодал, и не нужно это дело, во-первых. Нет. Оно никуда не денется. А оно, говорит, через неделю будет такое же. А тем более не то, чем через неделю. Он сказал, что надо убирать, потому что наша собака запуталась. И где собака? Когда-то к нему зашла, там лебеда вот такая вот растет. Пришлось все руками выдергивать. Он запутался с целью. Вот мы находим, что здесь. Оно заговорилось с нами. И я там среди этих. А мог бы я сказать? Нельзя. Петр и тот испугался. Они сразу его казнили. Это общество, которое пропагандировало свободу, назывались Зелоты. Один из них Симон, избранный апостолом, на камерах Галилейского Христовского Сынего был. Их называли Сикари. По-нашему, тельжатчики. Убийцы из-за угла. Особая группа. Бомбисты. И они ратовали за освобождение Израиля. Подняли восстание. Главный, кто у них был там, Баркох, предводитель восстания. И помощник у него Робер Гиби был. Ну и весь народ пошел за ними. Ну и дальше мы знаем. Веспасян оккупировал Рим. Он не дожил маленько. И император тих, его сын закончил. Подробно рассказывает, как это дело было. И когда он видел, как горел храм. И он, кажется, сказал, седьмое чудо света уничтожено. Он весь кедры весь был. Какая красота. Они кровью своей тушили пожар. Как римский солдат один, говорит, встал, наклонился. Но Бой спрыгнул его и бросил факел внутрь. И все запылало в храме. Бог развеял. Получили свободу? Это не день, не два. Две тысячи лет. И никакой герсти в них не себе лет. А почему Иоанн Затус говорит? Потому что распяли не пророка, а господина пророков. Вот кого распяли. Когда говорят в России время, обязательно спроси их. За что вас Господь покарал в семьдесят в первом году? Обычно карал за что? Книга Судей говорит, отступали от Бога живого к мертвым идолам. Бог наказывал. 50 лет исправились. Дает нового царя свобода. Все время вот так было. А тут тысячи лет не могут собраться. Кого же вы убили? Идолам не кланялись. Идолы были в этом семьдесят в первом году? Нет, не было. Пророков не убивали. А кого убили? В тридцать третьем году. Распятости на Марию. Мы слышим слова, но не знаем. Ты слышал слово Ибрагим? Мусульман. А это Ибрагим, это Авраам. Ибрагим. И у него сын там Исхак. А Иисус Исаак. А Мария Марьян. Я вчера, или позавчера смотрел. Приходят каждый день события. Я в университете. И мне задают вопрос. Вот. Для всех. Я знаю. У вас, говорит, есть иконы Божией Матери. Перед вами на столе над компьютером. И тут же икона католическая. Систинская Мадонна Рафаэля. Что сравнивать-то? Икона русская. Она привлекает человека. А это просто картина. Это мне на кафедре в университете. Задают вопрос. Что отвечать будешь? Вы думаете, вот такой вопрос, если бы были иконы. А у меня не могли быть у Осипова профессора. Он что ответит? Ну, конечно, наша икона, она освященная. Она благодатная. Она сохрена была. Ее там входил патриарх. Мазали ее. Я не так отвечаю. Я говорю, в книге мой Данистан Расул Гамзатов описывает так. Когда в первую мировую войну воевали в Астрии. И отбили один небольшой городок. И в это время, когда они захватили. Казак. А казаки были в то время тержские. Еще чеченые. И он увидел впереди себя бегущий Австрия. Он тянулся за ним. А тот, говорит, емкнул в церковь. В терплю свою. Он, говорит, соскочил с коняк, выхватил держав. У него, говорит, надо идея убили брата родного. Он на куски бережет. Когда он бежал, он увидит, когда он стоит перед иконой и молится. И его, говорит, остановило вообще, говорит, на коленях, когда стоит человек, чеченец уничтожать не будет. Он уже оттененный. Тем более молящегося. Тем более перед иконой. И он, когда увидел, какая картина там изображена, изображение. Он, говорит, неумело упал на коленях и начал себя в лоб молиться. Когда он открыл глаза и стрелять уже не было. Он, за которым гнался, успел уйти. И он написал поэму, поэм будущей Дагестана. Майя. То есть, песни Марии. Икона перевернула все. Будущий коммунист. Он говорит, зачем он говорил о себе такое. Он все рассказал. Я это все говорю. Какая икона там была? У католиков икона посчитаемая, самая посчитаемая Рафаэля. Она картина номер один вообще в картинной галерее. Когда он на облаках несел сына отдать пиру. В учече был такой. Вот. Переходим. Мещина орала. Вот. Это статуя его. Он нашел, говорит, одну ошибку. В картине. Что у младенца глаза не младенческие. Это глаза все знающие. Ответили. Да? Правильно. Это Бог. Глаза ребенку. Он сделал. Показал, что это глаза младенца. Ссылал где-то. И какая там была картина? Такая. Она подействовала. А которая непонятно могла подействовать? Никак. Тем более он если жил в России. Он многократно бывал в разных храмах. Ни она не подействовала. Я отвечаю по этому икону. У меня над компьютером. Она меня нисколько не смущает. Я православный. Но у меня есть соображение свое. Я вижу, что это такое. Она несет в миру младенца. Отдать его. Рядом ангелы. Варвара Великомученица. Папа Сикс. Вопрос какой задан? А ответ-то ты должен был. А ответ другой может быть? Я не знаю. Люди доказать, что эта картина икона более повлияет на человека. То есть все полезное. И вот это событие распятия Христа. Как оно полезно? Меня судят. А я говорю, Христа тоже обвиняли. И он ничего не отвечал. Так вы будете отвечать? Я молчу. Судят. Так вы совсем не будете отвечать? Я молчу. Почему? Я указал местописание. 14-15 глава Марта. Иисус не отвечал. Зачем отвечать, когда вы не принимаете? Если я вам отвечу, вы не поверите. Спрошу, вы не ответите. Вы не верите. И по твоему разговору я ответил. Именно. Уверен. А одним махом синий рыб по бивахам. Дальше. 16 по 21 стихи. А воины отвели его внутрь двора. То есть приторию. И собрали весь полк. И одели его в багреницу. И сплетший терновый венец возложили на него. И начали приветствовать его. Радуйся царю действий. И били его по голове тростью. И плевали на него. И становясь на колени кланялись ему. Когда же насмеялись над ним. Сняли с него багреницу. Одели его в собственную одежду. И подели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего Кириньянина Симона. Отца Александрова Ируфова. Идущего с поля нести крест и волк. Не бревну, а крест. Среди львовы не веришь в крест. Столкование. Военное сословие, всегда учешающееся бесчинствами и обидами. И теперь выказало обыкновенное свойство свое. Ибо если иудеи, слышавшие от Христа столько получений. И получавшие от него так часто и так много благодеяний. Нанесли ему столько поруганий. То что нам сказать о язычниках? И так они взбивают на него целый отряд. Облегают его для посмеяния в Парфиру как царя. И начинают бить его. Берут венец Кирновый вместо диадемы. Вместо скипетра трость. Сии слуги дьявола заставили, как сказано, некого нести крест его. Иоанна 19.17. Но было и то и другое. Сначала несколько времени он сам внес крестное древо. А когда нашли другого, способного нести, тогда заставили всего последнего. И крест несен был им. Мы именуемся христианами, то есть помазанными. Подобно как некогда назывались христами цари. Посему да будет жизнь наша не рабская и низкая, но царская и свободная. Будем носить терновый венец, то есть почимся увенчаться жизнью струбую, воздержанную, чуждую плотских удовольствий, а не роскошной, изнеженной и преданную чувственным наслаждением. Сотделаемся и Симоном, что значит «вослушание». И возьмем крест Иисуса, жирно-мыденно, умиротворив члены наши земные. Умертвив члены наши земные. Когда крест несёшь, тогда всё бьёт. «Ну…» «Не бойся, что поделал полной тишины, а не трещу». А то рта раскрыть удалю. Матысайши, я бы ничего не углужу, я могу полотить день и ночь. Симон Волк. И Симон Апостол. И Симон Киринеяна. То есть популярные имрии. Валя, держись. Посмотри там где-то. Валя, надо пить. Ладно, ладно, всё. Валя, валя. Взлетит, взлетит. Валя, надо пить. Полная тишина. Аглана, погонь такая, где лазит, а потом топчется по тебе. Давай. Ну дальше тогда идем. Двадцать второй стих двадцать восьмой. И привели его на место колгофу, что значит лобное место. И давали ему пить вино со смирным. И он не принял. Распявши его делили одежду его, бросаясь жребий, кому что взять. Был час третий. И распяли его. И была надпись вины его, царь иудейский. С ним распяли двух разбойников. Одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово писание, и к злодеям причтен толкование. Есть предание, дошедшее до нас от святых отцов, что на Голгофе погребен был Адам. Здесь распинается и Господь, врачующий падение и смерть Адаму, дабы там же последовало и разрушение смерти, где было начало смерти. Смирно есть самая горькая жидкость. Значит, это давали Господу в поругании над ним. Другой евангелист говорит, что Господу подали уксус с желчью, а третий, что ему поднесено было и еще что-то. Но в этом нет противоречий. При тогдашнем бесчинстве одни приносили то, другие другое. Один уксус с желчью, другой вино с осмирным. А могло быть и то, что вино было окислое, осмирно прогорклое. И, следовательно, евангелисты согласны между собой. Ибо вино могло быть названо уксусом, а смирно желчью. Первая по своей кислоте, вторая по горечи. Ибо когда сказано, не принял, всем уже ясно показано, что не пил. И жреби бросали об одежде его так же в поругании над ним, то есть разделяя между собой как бы царские одежды, тогда как они были спутные. Написали надпись той свину, за которую Господь распят, царь неудейский, чтобы опозорить славу его как человека, возмутительного и называющего себя царем, и чтобы все проходящие не только не жалели о нем, а напротив нападали бы на него, как на похитителя царской власти. Но как Марк говорит, что Христос распят был в третьем часу, а Матфей, что тьма произошла в шестом часу, можно сказать, что в третьем часу был распят, а тьма началась с шестого часа и продолжалась до девятого. И с разбойниками распят был Господь для того, чтобы люди имели худое мнение о нем, что и он был злодей. Два разбойника были образами двух народов, иудейского и языческого. Оба сии народа были беззаконны, языческий, как приступивший естественный закон, иудейский, как приступивший и сей закон, и писанный, который дал ему Бог. Но языческий народ оказался благоразумным разбойником, напротив иудейских улителем до конца. Посреди сих двух народов распинается Господь, так как Он есть камень, соединяющий нас в себе. Уменения разные собирают. Тут была дама, умер на голгофе. Никаких данных на это нету. Просто молва вновь не была. Он ей написал, что есть такое. А некоторые за это уцепились. Так, щелек прессует, в конце распятия стоит. И твердо уверенно, ты вот голодного Сашу не убедишь. На это никаких данных нету, никаких. Совершенно. Что Адам там умер. А Адам умер может на совсем другом месте. Близо Эдема. А Эдем-то посчитай, где Ефрат течет. Река ближе к другому месту. Он пишет все мнения, какие существовали. Это уже завершение прежней древней истории. Подоговорю с человеком. Я просто двигаюсь как опытом. Такое простое дело. По хозяйству где-то. Ну все делает не так. Ну почему делаешь не так? Я так научил. Какие-то доводы. Я нахожу один ответ. Ну у меня так вот мама учила. Ну мама-то учила. Приходит на базар. Все время, когда он продавцу мясо. И вот такого размера чтобы отрубил. Продавец рубит конечно. Раз продавец закон и продавец. Но ему интересно. А почему такое? Он говорит, а вы знаете нет почему? Так вот мама моя всегда дала мерку. Мне и сказала. Ты всегда руби. Я при ней приходила и рубила. А когда это было? 30 лет назад. Ну а почему? Я не знаю. У мамы жареха была такая. Куда не входила. А у тебя сейчас котел такой. Большая семья работает. И тебе-то разности не какой-то выше что-то. А я думаю, что это еще-то особенное. Но хотел бы узнать, что, почему. Хозяйство. Тебе опыт-то передай и разъясни. Вот я говорю. Ну маленький там был. Какой коллектив-то где-то. Они все по-своему. Проходит какое-то время. Долго крался. Самое простое. Они показывали. Ну можно это сделать было по-другому. Ну можно. Ну а почему же так не сделали? Наказываю. Повтори несколько раз. Повтори. Нету. На завтра опять то же самое. Я ответ на себя имею, конечно. Ссылается на то, что так научено. Так мама делала. Или я так не делала. Ну а сам-то ты по размерам своей головы. Найди объяснение этому. Объяснение одно должно быть. Если человек родился свыше, у него все новое. Ссылаться на то, что было так. Отец меня так научил. Я уже не могу. У меня это другая плоскость. Другой цвет. Что бы ни случилось, я уже смотрю, а что Писание говорит. А как поступали святые отцы. Мой отец этого не знал. И ссылаться на его опыт я не могу. Потому что опыт его жизненный был. Который не сходится со Священным Писанием. Они как знали наши родители, так нам и говорили. Я вот иногда рассказываю. Летят, допустим, в гуси. Мама сказала, мы считаем. Раз, два, три. Мать наша сказала, считать нельзя. Память, видите, не шевелись. Память улетел с гусями. И поэтому мы считали не один, не два, не три. Тринадцать. Нужно было сказать не тринадцать. Даже с гусями вранье было. И таких вот предсказуемых было много. Мы думали, что не сведено. Это так. Но кое-что помогало страх Божий иметь. А почему было прямо не объяснить? Лгарить нельзя. Все снято. Лжец, царствие Божие не следует. Понимаете, как это? Другой стимул к этому был. Лгарить нельзя, потому что это не угодно моему Господу. Всякого же дьявола. Он лжец, отец лжец. Вот почему лгарить нельзя. А не потому что память моя улетится с журнами висит. Ну можно было это сказать. Нет, не знали, не сказали. Они этого не знали. Евангелия не было. А ты знаешь это, скажи. Я его ловлю, он лежит, соврал. Сейчас. Кто это написал? На машине там стекло наружное с пылью. Нарисовали крестик. Кто? Не знаю. Автовой-то сослал. Так это ты сейчас. Он сразу ее выдал. Но давайте теперь все стереться. Берите траву, я начинаю. Никогда, нигде, ни в чем. Никак. У тебя два варианта. Молчать или отвечать. Можно еще сказать с прилогом. Когда люди не догадаются о чем ты говоришь. Был такой один. Его звали Пантелеоний. А потом будет Пантелеимом. И вот сидел Ярмолай, священник. Прятался. Гонение было смертное. И он сидел. И сквозь жалюзи смотрит. Юноша. Молоденький такой. Благочестивый. Идет. Идет обратно. Рано снесет. И он однажды ворота приоткрыл. И сказал, заходи ко мне. Он видит благообразный старик. Не побоялся. Зашел. Здравствуйте. А ты где? Я в медицинском университете учился. Такой молоденький уже, да. Учителя хорошие, хорошие. И как лечить? Трудно лечить. Особенно укус змеи. Там что-то делается. И когда лечить начинает, кожа уже распадается. Но нужно помазать. Но все равно дыра остается. И он говорит, ты знаешь, никуда не ходи у меня, побудь здесь. А сколько? А ты сам решишь, сколько? Он стал ему рассказывать о спасении. И он домой не идет. Живет у него целых десять дней. И вот он домой-то пришел. Отец говорит ему, ты где был? Я уже беспокоился сначала. Он говорит, учитель. Преподавал очень интересно. И мне пропустить нельзя было. На опыте надо было увидеть все. Он успокоился. Учитель. Он имеет в виду Христос. Ярмолай сказал ему. Когда пришел, а тот учитель спрашивает, а ты где был-то? Мы думали, ты уже уходить не будешь? Нет. Я был, говорит, с отцом. И отец мой показывал наследие, которое я получил, когда его наследство, которое он мне приготовил-то. А он имел в виду Отца Небесного. Он такими сказал скрытыми словами. И тем и другим сказал правду. Но он имел в виду духовное. Вот такое может. Ну, тебе умолять это не хватит. Сказать так. Ты не надо-то лягнешь. Можно было промолчать, он все выдал. Я знаком был близко столи к Теримову. Вон, его дочка сидит. Да. И мы купили машинки. Писать. А в то время писать нельзя было. И он взялся переписывать печать сатаны. Но надо сделать так, чтобы ей... Никто не знал. Он взял большой шкаф такой, где одежда есть. Провел туда сверху. И там начинает работать. Девчонка соседская ходила в гости. А эта девчонка, она простая. Она говорит, нам ходить нельзя сейчас. А почему? Папа машинку купил, так он в шкафу печатает. Она искренная. Она такая открытая. Он вот тогда водится, оттуда вспотел. И говорит, да что сидеть, когда она расстанет. И он начал печатать. Я печатаю, ошибки я там сотру. А он без ошибок не был печатать. Он начал печатать печать сатаны. А он сатны. Он тогда вытаскивает эти листы. А я попил через копилку. Там 4 или 5. Новое заложил. Печать сатаны. Он дальше пишет печать сатаны. Он опять эти листы вытянул. А он все делает отлично. Там сделает, не потощешь-то как-то. Я говорю, так никогда не напечатываешь. И правда еще не напечатал. То есть истренность, она очень хорошая. Но надо знать где. А вот поставить все. Там нельзя ходить. Там в шкафу папа сидит. Он напечатает. Ничего не отвечать. Или отвечать правду. Вот знаете. Мне присылают материалы по интернету. Тульская епархия. Ну тут там все раскрыто. Хотя по-другому. Священники там все бьютые. Тульская епархия. А ты сам приезжает отсюда. И Кузбасская Кемеровская. Это как бы одна. Но теперь две епархии. Но зло. Полные зло мне такие священники. Вот на меня когда это приезжало. ТВ-24. И оттуда они вытащили одного удастого Евгения. И он начал на меня пустить. Я учил детей лгать. Потому что они убегали от Роснадзора. Они убегали лгать. А кому лгать, когда убегали? Кому бы они лгали, если когда они убежали? Вот дурак он совсем. Но они нашли в этих епархиях. И эти епархии. Тульская епархия. Там баптисты ЕХБ. И евангельские христиане баптисты. А они на того же не знали как было их. Семьдесят пятишек. Стенд вывешены. Узники тридцатых годов. Которые братьев их арестовывали. Ну ясно дело святых не было. Черно-белые. Они рассказывают обе узников. Писание такое позднее. Ибо ты сам в теле ходишь. Послание к евреям. Ну и показывают какой стол у них. Ну у нас тоже все хорошее. Но я признал у них лучше. Туалет. У нас туалет. Ну не железный. Деревянный наш. Тоже хороший. То есть все сфотографировали. И разграбили их. Ребятишек всех забрали. По разным могилям располкали. А они какое питание. А вот бесконтрольно. А может быть они ежа поймают. Да будут есть. А ежики зараза. Откуда ежики как. Какая зараза. Да тут родители работают. Тата Нагаля забыляла. И все. И пятишки четверо. Это работает. Это тоже ее ребенок. Вот она сидит. Вот. Марина. А вот она спит. Отрак. Ты порежи его, чтобы не упал. Сядь на ту цару на пора. Ты не трожь его. Пускай отдыхает. Еще раз отдыхает. Дыхает. Ложись. Не упали тогда. Мама все тебе доскажет потом. Если не уснуть. Да черт. Родители ежики будут творить-то. А у них черно-белая фотография. Ну и что ж с черно-белая? Они возник. Да что может научиться. Так вы их убили. Надо же помнить нельзя. Потому что вы дети тех убийц. И нам не разрешаете даже помянуть их. То есть обвинений никаких нет. Ну а вы нас таскали. Но нас Бог миловал. Никто не тронул. Никто. Приехал начальник уголовного розыска. Ко мне. На дом. Ну и как? Я говорю хорошо. Мы не человеке релеты. Я говорю да. Да там мы видим. Все заросло у вас там. Уже съездили видно. Посмотрели. Я ему журнал дал про нас. Написано. Хорошая статья. На наш дом кажется. Такая статья по поводу Совета Патриарха. С фотографиями. Ну прекрасно. А тут я на Рыщиковском кругу был. Там ехать ехать. Потом внизу. У нас там и ненадежные. Нашли. Опять приехал. начальник уголовного розыска. Района. Приехал мне один. У меня заместитель. Я не помню кто-то. Или заместитель. С какого-то там района. Я хотел познакомить с вами. То есть вот всем. Нами хвалятся. А потом привозят и знакомят. Ну мы поговорили. А какое ваше отношение к администрации. Я говорю никого. Я их и кого не знаю. Старые маленькие узнал. А тут. Да и зачем они? Они нам не мешают. Мы о них молимся. Ну и все. Я их маленько погодя. Они поехали. Я маленько только заснял их. Один был. Я помысливал. Это пруд делаете там. Рыщиковский. Еще что-то такое. Ни оскорбления. Ни угрозы. Ничего не было. Корректно. Четко познакомился. Визиточку дал. Поехали. Там работали мы, где Павел. Сороны. Едем прямо по деревню. Разворачивались. А мы отмостку делали. Нашел вас. Третий раз. Он еще четвертый раз приехал. Здравствуйте. Что делаем тут? Так. А какое ваше отношение к Путину? Мы молимся за него. Конечно. Готовлю я восстание или нет здесь? Да я же не могу вам. Народное восстание готовить. Нет. Народное восстание. Такое. Бесполезное. У Путина хорошие, я говорю. Советники. Тут все схвачено. А наше дело молиться. Нам этой свободы хватает. Мне лично хватает. Я и два ноги дотошу до дома. Мы еще делаем. Молимся. Благодарим Бога. То есть вот начальник уголовного розыска четыре раза приезжал. Ни одного оскорбительного слова. А что вы снимаете? Я говорю. Люблю. 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 Моя территория. Я снимаю. Ничего. Ничего. Все. Твой Володя еще с ним поговорил. Что-то такое. Я не знаю про чем. Потом у вас когда этот Володя тискали. У него спросили. Я его спросил. Ну мы рассматриваем вопрос. Ну и правда больше не было. Воровали. А чем кончилось? А? Чем кончилось то? Ничего нет еще. Выпустили и все. Ну наказали чтобы. Потому что нужно чтобы судили на две тысячи. А они сварили на тысячи пятьсот пятьдесят. Смех. 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 Замон такой. У фляги. Там душка погнутая. Поэтому она за две тысячи не идет. Вот и все. А что ты споришь? Вам надо чтобы мы их посадили. А мне ничего не надо. Чтобы они не воровали. Чтобы можно было нормально жить. Ну и что? Тринадцать пидэцец. Продолжаем дальше. Двадцатьдеятый тридцать второй стих. Проходящие злословие Диму, кивая головами своими и говоря. «Эй, разрушающий храм и в третий день созидающий, спаси себя самого и садись со креста». В три дня. Подобные просвещенники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя не может спасти». «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его толкованием. Но говорить «сади со креста» побуждал их дьявол. Так как начальник зла знал, что крестом совершится спасение, то снова искушал Господа, дабы в случае сошествия его со креста убедиться, что он не Сын Божий, и чтобы таким образом разрушилось спасение людей крестом. Но он был истинный Сын Божий, и посему-то именно не сошел с креста. Это молба в народе была, храм 46 лет строился, а ты в три дня его созидать будешь. А ты слыхал, а вот Иисус сказал, что попало, в три дня, а ты слыхал, а так понятно, храм, разрушение, и больше ничего. А что говорил Евангелие Иоанн, 17 глава, ни слова, нигде, когда он говорил, что будет Суть за все отвечать, ни слова, что Сын Божий проливает при чист Unterstüt, нигде. Разрушающий храм, созидающий. Себя не могут спасти. Вот как будто это сегодняшние люди. Самые макушки только. Меня когда судили, то сказали, в газете напечатали, а Библию он продавал за 66 рублей. Это всем так понятно. Вот ты как наживался. Они не говорят, что 66 рублей, это 11 пленок по 6 рублей, которые человек покупал и я на них записывал бесплатно. Они не дают это толковать. Библию я не продавал. Я ее насчитал, но она вмещается на 11 пленок. А пленка 6 рублей. А если это написать? Так это ты все бесплатно делал. Я миллионер по тем временам. И когда подсчитали, государство мне должно было 11 миллиардов. Ну не доминированное счет, а 11 миллиардов. А в газете просто продавал Библию за 66 рублей. И все это вырвано из контекста. Мы должны думать, вот Христос только как, вот так Он был, Его предали. Я просто по-другому Его можно предать. Вот сегодня сидишь ты дома, никуда не ходил, фагреешь. Ты священников не видал. Ну можешь стать предателем или нет. Ты скажешь, я ничего не знал. Ну как не знал. Ты сейчас будут арестовывать? Ты скажешь, ты христианин? Нет. Я просто ходил, слушал, а я нет. Сколько этого было? Показывают, как люди по лесу все идут, несут иконы. Иконы сшигали. Иконы очень идут. Все иконы бросали, сшигали. Это отречение. У грузин был случай, когда на Москву, кто там в куврике или кто их захватили, и заставляли отречься. Там икона плюнет на нее наступить, и никто не сделал это. И тут же убивали реку. По телам можно было пройти реку в эту сторону, как по мосту. Это в житель святых указано. Любое событие тогдашнее надо все время переносить. Называется экстраполяция во временной форме до сегодняшний день. А как это было? Мне легко говорить, потому что я был на суде, знаю, как они. Вы избрали вот это. Какая польза, что смирять. Недавно Путин выступал и сказал, плохой я христианин. Написано, ударит в одну щеку, подставляя вторую. Не могу я с этим согласиться. Ему надо зубы прочистить тому, кто ударил, чтобы не лезли больше. Дальше добавить, я плохой христианин. Я не могу это выдержать, чтобы нас долбили совсем. Вот почему царем быть по-настоящему очень трудно. Я могу просить, а вот его сразу же снимут. Как так? Ну ты видишь, напали. Отрезают от нас Донбасс там или как-то. Порошенко обвиняют. О чем Порошенко виноват? Ну, Янукович не такой, Курчинов не такой. А кто такой? Ну, Донбасс в Украине. Да его неправильно дали. Правильно он. Да, мы встречаем в границе Украины находится. А как вы считаете? Да мне считать не надо. Я просто говорю. Стали спрашивать батьку Лукашенко Александрову. Он говорит, я тоже не согласен. Ну, у меня в Украине, это Белоруссия небольшая. Сейчас кто-то скажет, это моя область. Хочется поставить. Ну, сейчас это можно сделать. Сейчас провести эфирендум. Алтайский край хочет быть вместе с Китаем. Одной из провинций Китая. Изменить границу российскую. Что, согласятся? Как наш отец говорил. С дерьмом все смешают. В Америке было такое объединение штата. Там Бразилия или где-то не позволили. Войной все задавили. Руководители переловили передушины. А это же их территория. А вот у нас так-то. А когда начиналось только-только начиналось вот это. Там уже Леонов Николай. Я чемпион мира в полке Бостинского. Я говорил, это не делаем. Ну как нет? Надо воевать там отца. Грамотно. Работает. Я еще в поездках. Мне говорят, убили уже его. И все. Его больше нет. Поехали на автобусе. Вот тут ракеты в автобусе. Сколько там? Три-шесть сейчас было. Всех сразу разорвало. Всех до одного. А у меня сохранились эти записи. И люди обращаются к ним. Вот вы говорили, что я не доживет до пятидесяти лет. Он не дожил. А как вы знали? Да ничего я не знал. Я просто сказал. Взявший вещь от веща погибет. Кто в плен идет, сам пойдет в плен. Я просто слова Божьи посчитал. Три минуты осталось. Три минуты у вас по часу идет, да? Угу. Так, немножко остановиться. Нам сказали, о чем молиться. Видите, он улетел. Я не все расслышал вчера. Его нету. Значит, все время надо помнить, чтобы Бог не расслабил его. Потому что дайте строить и другое. Я об этом вместе проговорил сегодня. Молиться. Надо крепко молиться. Да. Славь. 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 Я говорю, что за... Видите, он поетел. За этим строится еще что. Я уже выразил это. С чем я не согласен. И не согласен, я сегодня уже в пропаде коснулся в этом. Славь. В Библии известны случаи, когда жена ушла от мужа. Она на ложе собралась. И что из-за этого получилось? Повтора нету. Нету повтора. Она погибает. Пищать какая отцу, который получил, не отпускала. Тысячи людей погибли. Она что претерпела? А жила бы при нем не ходила, ни чертова не было. История. Это за этим строится много сторон, которые строятся в сегодняшнем поступке. Этого делать нельзя. Ехать в другую неделю. Он уже на другую. Все по-хорошему будет. Бабушка сейчас когда-то истит завтра там. Перед народами. Это управление. Министерство. О школе. А откроет и не знает. Не может сказать. Близко стоит тебе в высадках твоих. Оно рядом. Ты по нему поступай. А если не так? Если не так, значит, последствия будут тяжкие. Нельзя изменить. А я вот это... Ну я простил, Бог говорил. Но грех сделал бы. И как интересно. Бог сказал, ну я любимец твой. Ну ты же сказал, что ты любишь меня. Ну правильно. Ну а почему не простить совсем? Насовсем как будто никогда не было. Ай, нет. Шалишь. Шалишь. Ты что? Чужую жену отнял? А у тебя их десять. Тебе мало было? Так вот всех десять у тебя отменить сын. И Давид понял, что это он посеял. Он заложил мину замедленного действия в постель себе. А не вот Алисалом. Алисалом пришел на тему твою измену. Ты изменил Богу. Изменил заповеди. Тебе надо сверху. Нету. Поэтому сын тебе сверху носит. И вот только Алисалом, сына моего не трогай. Не трогай. Сына убьют. В первом сражении. Не так, что он сделал. И все прошло мимо. Быть и твой это царство. Был момент, когда Бог дал ему тройной выбор. Алина из них выберет себе казнь. Три года, три месяца или три дня. Три года, ты будешь смотреть и казниться. Все. Аминь. Без сравнения, Серафим, без искрения Бога, Слово ручную, сущую Богородицу Тя величайне. Отец наш, Единственная, Великой Георгией Твоя, благодарю Тебя за этот воскресный день, напоминающий о Твоей победе над смертью, над тьмою, над разложением этого мира. Ты даровал жизнь, радость, признание Тебя. И в этом все для человека рождение свыше и в водительстве Духом Святым. Благослови путешествующие Виктора и Акима, возврати их с миром. Научи нас в семите это мирное время. Благослови правители от покушения на них, да вы издавали мудрые законы. Устрой помой в твоей жизни нашу, помоги окончить ее в святости и в вечности быть с Тобой. Тебе, Боже, слава, Отец и Святой Бог. Аминь.